Всем здравствуйте! У нас сегодня коробочная распаковка немецкой мануфактуры. Коробочка, мимо которой я просто не смогла пройти. Не знаю, почему другие ее не замечали, но теперь она у нас в нашем магазинчике. Родная коробка и тарелочка. Коробка вся такая бархатная, прекрасная. Здесь история самого фарфора. Тарелка с изображением красивого букета. Здесь идет и деколь, и прорисовка. Букет такой необычный. Широкий кант золота, и все золото в идеальной сохранности. Мануфактура была основана еще в 1794 году по предложению известного немецкого ученого и естествоиспытателя Александра фон Гумбельта. Тогда король Пруссии Фридрих Вильгельм II своим указом положил начало производству лучшего баварского фарфора. Фарфор забота Титау. Тарелка расписывалась на мануфактуре Шеттельман и датируется она 1989 году. Такие вещи в Германии очень быстро скупают, тем более если они в родных коробках. Цены значительно становятся выше. Поэтому если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. А дальше у нас идут свертки. Сейчас будем открывать. Сухарница кремового цвета на трех таких ножках. Ножки выполнены с такими вот завитками. И здесь прорезной красивый фарфор. Объемные кромки рельефности, красивые завитки. Рисунок маховая роза. Климо такое ставилось в 1975 году и это розенталь. Открываем дальше. Небольшое оформленное блюдо. Очень красивое, причем глубокое. Идеально подойдет для каких-либо закусок. И здесь идет ручная роспись. Такая вот красивая яркая роза. Оформленный край. Небольшой ободочек из золота. И сама тарелочка она такая рельефная. По клейму это Кайзер, тот самый Алька Кунст. Дальше у нас какая-то вазочка, скорее всего. Это прекрасный бисквит. Здесь птицы на фарфоре и они такие объемные. Двух сторон. Бисквитный фарфор всегда ценится. Это не глазурованный белый фарфор. Рассматриваемый как конечный продукт. Сматываем внешним видом и текстурой на ощупь. Въемная и рельефная работа. И по клейму это Шуман. Очень редко попадаются изделия этой мануфактуры. И такое клеймо ставили в 60-е и 70-е годы. Роскошная вазочка. Очень красивой формы. Прям такая необычная. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. А мы смотрим дальше. Это прекрасная шкатулочка. Белоснежный фарфор. Очень легкая. Здесь выполнен красивый ободочек. Рисунок такой горшочек. Красивыми нежными цветами. Это у нас Лимошь, Франция. Под изделиями с маркировкой лимошький фарфор подразумевается продукция различных фарфоровых предприятий. Конкретную разбивку по клеймам, по годам надо смотреть в каталогах каждого производителя. Клейм очень много, но эта вещь винтажная. Сегодня прям много всего интересного буду вам показывать. Две кофейные чашки. Здесь у нас абсолютно разный рисунок. Несколько штук есть в наличии. Кайсер. 140 лет этому производству. Они тонкие. Сам рисунок просвечивается. Небольшой мессенский букет и красивые розы. Очень тонкие. Красивые ручки. Они в золоте и с завитками. Теперь остается найти блюдце и еще найти чашечки. Так, следующий сверток. Роскошное изделие. Большие рельефности. Очень напоминает розенталь. Здесь выполнен такой вот рисунок. Белая роза. Форма. Это примерно 10-60-е годы. Вот эти все рельефности. Они, конечно, безупречные. Много медальонов самих цветов. Пуклиму это рояль КПМ. Шикарная мануфактура. И это все ручная работа. Очень роскошная. И сверху выполнен тоже ободочек из золота. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Небольшой сверток. Обычно такие тарелочки служат, как подставка под что-то. Здесь выполнена белая роза. С таким вот градиентом. Буклиму это тоже кайзер. Под бокалы используют. Под какие-то чашечки. Вещь очаровательная. Вот эту тарелочку сбоку посмотрим. Птицы на фарфоре. На ветках сакуры. Здесь есть подпись самого автора. Белоснежный фарфор. Это у нас тоже кайзер. Редкая серия птиц. Здесь есть вся история самого изделия. На каждой тарелочке есть название. Это птичка-коноплянка. Она обитает в основном в Европе. Птичка как настоящая. Очень реалистично все сделано. Вещь роскошная. Тем более редкая. Есть также небольшой подвес. Две чашечки. Тоже с изображением букетов. Здесь идет роспись. Они все с подрисовками. Яркий фиолетовый цветок. И все чашечки имеют определенную вот эту рельефность. Кайзер. В этом сверке скорее всего блюдца. Так. Нашла я три блюдца. На каждом из них такой ситцевый рисунок. Разные цветы. И они все такие рельефные. Волнистый край на самих тарелочках. Такие две буковки. БК. Это скорее всего тоже какая-то определенная серия. Примерно так и выглядят сами кофейные пары. Они очаровательные. Яркий фиолетовый цветок. Шикарно. Пара с добавлением розы и желтого цветка. Розой. На блюдце такие маховые розы. Это безупречный комплект. Поэтому если вас заинтересовали кофейные пары от Кайзер. То пишите мне на WhatsApp. У нас в наличии шесть штучек. Открываем сверки дальше. Тут у нас небольшая тарелочка. И это у нас прорезной фарфор. Замечательный прорезной фарфор. И это у нас по клейму Лихте. Такое клеймо ставилось еще в Германскую Демократическую Республику. В период 60-х и 90-х годов. Красивый медальон. И вот эти медальоны, они такие вот рельефные. С такими незабудками. Кайзерная прорезная тарелочка. Сколько красоты мне нравится вам показывать. И это тоже прорезной фарфор. Ну какая же она тонкая, легкая. Здесь выполнен прорезной фарфор. Это все ручная работа. Это края, золочение, ситцевый рисунок. Здесь снизу маленькие точечки. Такие рельефные. Климу. Это немецкая художественная мастерская. Здесь даже есть адрес и номер телефона. Она такая овальная. Бокая, овальная. Просто прекрасная. И это примерно 50-е годы. Кириумеры. Старое немецкое стекло. Пока удается находить. Такую форму ножки на бокалах больше нигде не делают. Красивый зеленый цвет. Рельефные ножки. Настоящая визитная карточка Германии. Они большие. В наличии 6 штучек. Целый набор. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Свертков становится все меньше. Тоже прорезной фарфор. Здесь идет белый цветок. Прорезной фарфор в разных техниках. И выполнены медальоны из разных цветочков ситцевых. По клейму это тоже немецкая мастерская. Причем белье, скорее всего, взято от Шуман. Потому что есть номерной знак. И именно Шуман делают много прорезных тарелочек в таком вот стиле. Волнистые края. Прекрасный фарфор. Такой вот прям белоснежный. И она большая. Остался последний предмет. Что-то большое. Такое глубокое блюдо с изображением мейсонского букета. С таким же цветком, который я вам показывала. В прошлом предмете. Здесь диаметр больше 30 сантиметров. Блюдо достаточно глубокое. Прекрасное. Белоснежное. Идет по краю такой ободочек золота небольшой. И это тоже кайсер. И есть даже подвес. Но мне кажется, эту тарелку также прекрасно использовать для сервировки каких-либо фруктов. Эти два предмета прекрасно сочетаются, как какой-то такой наборчик. Поэтому, если вас что-либо заинтересовало с этого ролика, то пишите мне на WhatsApp. Собирайте хорошие вещи, хорошие предметы. И, конечно же, цените то, что у вас есть. Субтитры делал DimaTorzok